В начале выпуска о трагедии на воде. 14-летний подросток с друзьями купался в оке в запрещенном месте и не сумел выплыть. Более суток в Мурме ведутся поиски школьника, пытавшегося доплыть до ограждающего фарват Рыбакина в 90 метрах от берега. Подробности в сюжете. Вчера около 15 часов компания ребят из разных школ города находилась на реке в районе железнодорожного моста. Большинство из них перешли в 9 класс. Трое мальчишек решили доплыть до середины оки. Добравшись до плавучего знака, двум из них удалось зацепиться за Бакин и перевести дух. Отдохнув, поплыли к берегу. Третий ушел под воду. В районе железнодорожного моста имеются различного рода подводные преграды, то есть камни, различного рода бетонные осколки. Дети решили искупаться, доплыть до Бакина, то есть это практически до того места, где ходят сюда. То есть, по всей видимости, у одного из них не хватило сил для того, чтобы вернуться обратно. Возможно, свело ноги от холодной воды, возможно, от того, что устал, потому что в том месте сильное очень течение, как я уже сказал. Возможно, попал водоворот, то есть я не смог из него выбраться, то есть по физическому состоянию. По словам спасателей, поиски ребенка осложнены состоянием реки. Видимость от поверхности составляет не более 20 сантиметров. Дно имеет сложный рельеф. На месте работают профессиональные водолазы МЧС со специальным оборудованием. Работала группировка в составе 42 человек, 8 единиц техники, 3 плавательных средства. Это у нас спасательная станция на воде, государственная инспекция по маломерным судам, линейный отдел полиции, работала группа волонтеров и сотрудники МВД. Работает также у нас с главным управлением МЧС России по Владимирской области беспилотный летательный аппарат. Первый у него взлет был в районе железнодорожного моста. На послеобеденное время переместился к Вантовому. Расширены поиски вплоть до 10-12 километров вдоль береговых линий, как по Нижегородской стороне, так и Муромского участка. Всем детям, которые находились в тот момент с товарищем, оказана психологическая помощь. Специалисты говорят, что пока тело подростка не найдено, говорить о его гибели преждевременно. Елена Петрова, Анастасия Белова, Илья Облётов, Алексей Капотов. Новости Муром.